Тихо, 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 не кричать, не кричать. Тихо, тихо, не кричать. 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 И отсутствует по уважительной причине 4 человека, трое в командировке у одного семейного строительства. Тихо, не кричать. 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 И... И... Ну, может, и... 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 Я хочу обратить внимание, что с обратной стороны регламента есть временной промежуток выступлений. Обратите на это внимание. Для доклада министр образования и науки предоставляет согласно регламенту Общественной Палате ТПО 20 минут. Спасибо, Ольга Ивановна. Уважаемые члены Общественной Палаты, я даже постараюсь, может быть, сделать свое сольное выступление более сжатым, чтобы оставить время на какие-то вопросы. На мнение. Значит, реорганизация систем профессионального образования проводится в Челябинской области уже достаточно давно, но наиболее интенсивно она проходила последние 2-2,5 года. И мы планируем реорганизационные процессы так массово завершить уже к сентябрю 2013 года, к моменту вступления в силу нового федерального закона образования в Российской Федерации. Чем обусловлена необходимость реорганизационных мероприятий, модернизация системы профессионального образования? Ну, во-первых, это общая политика, касающаяся системы образования Российской Федерации, как дошкольного, так и школьного, так и профессионального уровня, в том числе уровня высшего профессионального образования. Вы знаете, что оптимизация сети школы, она по-своему делу прошла существенно раньше в таком массовом порядке и принесла свои положительные результаты, в том числе. Сейчас вот на очереди у нас идет процесс реорганизации профессионального образования в регионе. И, по сути дела, как я уже сказал, в регионе он практически завершился. Злаус – это, пожалуй, последняя территория, где еще не пришли реорганизационные мероприятия. Необходимость реорганизации диктуется снижением качества образования, в том числе профессионального образования и в Российской Федерации, и на Южном Урале, рассогласованностью между потребностями реального сектора экономики и теми специалистами, которые выпускают систему профобразования, в том числе в городе Златоусте, пересечением в деятельности образовательных учреждений, расположенных на одной и той же территории, ну, когда те же самые училища, техникумы, вузы готовят одних и тех же специалистов на одной и той же территории, подсвязывая, растягивая контингент и не укомплектовываясь, значит, должным образом студентами или учащимися. В конечном итоге это приводит в условиях демографического распада к размыванию кадровых, материальных и финансовых ресурсов системы образования, к снижению качества этого образования. Поэтому одним из направлений развития системы профессионального образования Челябинской области стала реорганизация образовательной сети, основанная, значит, на ряде принципов. Ну вот, если можно, первый слайд, следующий, вернее, слайд покажите. Ну вот это то, собственно, о чем я уже сказал, то есть, согласованность номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требования рынков труда труда, ослабление эффективной связи между уровнями профобразования, сложная демографическая ситуация и предстоящее вступление в силу нового федерального закона. Следующий слайд. Принципы, на которых проводится реорганизация сети учреждений профобразования в регионе, это создание образовательно-производственных кластеров, то есть объединение ресурсов реального сектора производства и образовательных учреждений. Второй принцип, это многопрофильность образовательных учреждений. Я здесь немножко поподробнее скажу, почему не многопрофильность, а не монопрофильность, потому что в свое время сеть учреждений профобразования возникала для нужд конкретных предприятий, и по свое дело учреждения профобразования и создавались, и содержались этими конкретными предприятиями, которые были слабо механизированы и автоматизированы, и нуждались в достаточно больших количествах не очень квалифицированной рабочей силы. Сейчас ситуация, как вы знаете, поменялась. Сеть учреждений профобразования, изведения, ведомств, предприятий и заводов переданы на попечение государства или федерального бюджета, или региональных бюджетов. Монопрофильность учреждений профобразования приводит к тому, что в условиях спада тех или иных производств очень серьезно меняется спрос на тех или иных специалистов. Если, скажем, по каким-то видам, по каким-то направлениям перестают требоваться специалисты того или иного профиля к реальному сектору экономики, а учреждения профобразования продолжают их готовить, то, естественно, это приводит к рассогласованности в деятельности. Перепрофилироваться мы на профильном учреждении очень проблематично, потому что у него и учебно-производственная база, и кадровый состав заточен на подготовку какого-то конкретного профиля. Поэтому вслед за европейскими и другими зарубежными учреждениями профобразования, российская система профобразования, в том числе Южно-Уральская, идет по принципу создания многопрофильных учреждений, в которых будет осуществляться подготовка специалистов и технического, и гуманитарного профиля в соответствии с теми потребностями, которые имеет реальный сектор экономики данной территории. Угрупнение учреждений, но это диктуется тем, что, как вы знаете, демографический спад в последнее время, в последние годы привел к тому, что контингент наших учреждений профобразования сейчас очень низкий. И даже самые крупные учреждения, в том числе в Златоусте, это 400-500 человек, самые крупные. Хотя и в Златоусте, и тем более в области, есть гораздо более мелкие учреждения. У нас были даже примеры, когда существовали юридические лица с администрацией, бухгалтериями и примерно 70-80 учащимися. Понятное дело, что расходы на подобного рода учреждения всегда были достаточно крупные, причем эти расходы в основном шли не на образовательный процесс, а на содержание административно-технического персонала, на содержание основных фондов, которые не используются в образовательном процессе. Поэтому укропнение учреждений у нас сопровождается сбросом непрофильных активов. Таких активов у нас изрядное количество. Даже если приводить примеры, у нас были на балансе целые поселки-жилые, которые содержались образовательными учреждениями. Мосты, дороги, линии электропередач, от которых питались, в том числе, жилой сектор, теплотрассы, трассы водоснабжения, ну и так далее. Вот все эти активы должны перейти на баланс тех ведомств, которые занимаются их эксплуатацией профессионально, а образовательные учреждения должны заниматься образовательным процессом и тратить ресурсы именно на образование. Значит, для небольших муниципалитетов мы исповедуем принцип одно образовательное многопрофильное учреждение, крупное один муниципалитет. Что касается городов и достаточно крупных городов, тут, естественно, в принципе, не работает. Но для Златоуста предлагается схема существования двух областных государственных учреждений профессионального образования, помимо педагогического колледжа. Мы идем на этот шаг в связи с тем еще, что в Златоусте работает, кроме учреждений, по поводу которых мы собрались, еще 10 образовательных учреждений, имеющих лицензию на среднее профессиональное образование. Это как государственные учреждения того же самого Уральского государственного университета путей сообщения или Южноуральского госуниверситета, так и негосударственные учреждения, которые тоже занимаются подготовкой специалистов со средним профессиональным образованием. Поэтому общее число в Златоусте, в общем-то немаленьком городе, третьем по величине Челябинской области, число учреждений, готовящих специалистов со средним профобразованием, более 20. Значит, ну и еще один принцип, на который мы опираемся, это, конечно же, эффективные руководители будущего образовательного учреждения. Реорганизация, следующий слайд, она возможна тремя как бы путями. Это самый простой путь, это изменение типа или вида, но по новому закону уже видов не будет, будет только типология образовательных учреждений, второй вид оптимизации, это присоединение к существующему образовательному учреждению среднего профобразования. И третий тип, это слияние нескольких учреждений с созданием нового учреждения. Самый простой путь в юридическом плане, это второй присоединение. Ну, учитывая то, что мне вот уже Ульга Ивановна как бы дала предложение общественной палаты, я так думаю, что вот с тем, что я говорю, члены общественной палаты наверняка уже знакомы, вот, и со структурой, которую мы озвучили в прошлый раз, с сети учреждений профобразования тоже, в принципе, знакомы, можно следующий слайд перерестать. Вот, речь идет, по сути дела, об этой вот группе учреждений, которая приведена на слайде, вот, и из этого количества вот 10 учреждений предлагается создать два крупных учреждения, оставив пока в стороне педагогический колледж. Потому что по поводу педагогического колледжа есть у нас, как бы, другие предложения, мы их будем потом попозже рассматривать. Значит, эти цифры, они не являются никаким секретом, поэтому мы их, как бы, озвучиваем, проблем особых не видим, но эти цифры, в общем-то, вызывают у нас серьезную беспокойность, потому что у нас сейчас идет процесс модернизации материально-технической базы учреждений профобразования и, конечно же, распылять ресурсы по множеству монопрофильных площадок нам бы не хотелось. Поэтому вот уже в большей части территорий, особенно крупных территорий региона, это Магнитогорск, это Челябинск, созданы крупные достаточно образовательные учреждения. Ну, к примеру, в металлургическом районе города мы создали образовательные учреждения, состоящие из пяти образовательных учреждений с общим контингентом, почти 4 тысячи человек. Вот для того, чтобы уже эти укрупненные юридические лица комплектовать современным оборудованием. Мы не можем себе позволить, значит, комплектовать на современном уровне множество юридических лиц по пересекающимся специальностям. Ну, ни для кого не секрет, сейчас, наверное, только ленивый, они готовят там поваров, водителей, вот, там, парикмахеров, кого-то еще для сферы услуг. И, конечно же, это не позволяет во всех этих мелких образовательных учреждениях должным образом оснастить образовательный процесс по подготовке тех же самых парикмахеров, там, поваров или кого-либо еще. Поэтому задача, которая перед нами стоит, это создание крупных многопрофильных образовательных площадок, которые будут укомплектованы современным оборудованием, на которые будут стянуты профессиональные кадры, которые должны получать большую зарплату, чем они получают сейчас. На систему профессионального образования из областного бюджета в настоящий момент тратится примерно 3,3 миллиарда рублей. Это достаточно большая сумма, учитывая, что на систему общего образования расходы составляют в 3 раза только большую сумму, но контингент школьников у нас больше, чем в системе начального и среднего профобразования, на порядок. У нас 330 тысяч школьников, значит, и около 50 тысяч учащихся и студентов системы начального и среднего профессионального образования. Поэтому, конечно же, средств в целом в системе профобразования хватает на текущие расходы. Плюс к этим средствам добавляется средство областной целевой программы развития профессионального образования. В этом году мы предполагаем потратить на закуп оборудования порядка 150 миллионов рублей. И это оборудование будет ставиться в крупные образовательные учреждения, на которых созданы условия для высококачественного профессионального образования. В этом году, скорее всего, в Златоусте, естественно, поставок не будет, потому что реализационные процессы здесь пока еще не завершены. Мы планируем их закончить в течение 2013 года. Но в 2014 году, вслед за Челябинскими и Магнитогорскими учреждениями, в Злаусте будет осуществляться поставки нового оборудования. В результате мы предполагаем выйти на лучший баланс рынка труда и образовательного рынка в данной территории, повысить качество образования на основе концентрации, как я уже сказал, образовательных, материально-технических, финансовых, и, что очень важно, кадровых ресурсов, и поставить перед укрупненными учреждениями задачу трудоустройства как минимум 70% выпускников по специальности после окончания учреждения образования. Ну, а в освобождении непрофильных активов я уже сказал, и еще одна из задач, которую мы ставим перед нашими переорганизованными учреждениями, это выход в автономные статусы. Этот процесс уже начался с Магнитогорска, я думаю, что он будет продолжен. Автономный статус дает больше свободы финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждения профобразования. На наш взгляд, они, безусловно, должны заниматься производством, имея, значит, и оборудование, имея и людские ресурсы, потому что качество подготовки выпускников, на наш взгляд, должно, в первую очередь, сказываться на жизнедеятельности самого образовательного учреждения. Если вы готовите хорошего специалиста, пусть этот специалист продемонстрирует свои профессиональные навыки, свои профессиональные качества непосредственно в самом образовательном учреждении, которое должно, подчеркиваю, еще раз заниматься производством. Это возможно в автономном статусе. Вот, по сути дела, на этом бы я хотел завершить свое выступление и готов ответить на ваши вопросы. Как скажете. Пожалуйста, просто. Вот, скажите, пожалуйста, а какая-то общественная скандинка проводилась в общественных средствах, потому что я знаю, что были какие-то письма губернатору, делопроводства и так далее, что, ну, не во всем поддерживают эту оптимизацию, в конце концов. Ну, это нормальный процесс, и не только в Задовосте, но и в других территориях не все поддерживают оптимизацию и организацию образовательных учреждений. Надо понимать, что любое правонарушеское решение всегда имеет плюсы, имеет минусы. Надо идти тем путем, который имеет больше плюсов. В настоящий момент одна из проблем профессионального образования состоит в том, и я об этом уже сказал, что у нас значительная часть ресурсов финансовых, кадровых и материально-технических тратится не, собственно, на образовательный процесс научащихся, а тратится, ну, извините, на содержание самих образовательных учреждений. У нас множество основных фондов, очень устаревших. У нас много устаревшего оборудования. У нас много технического и административно-технического, точнее говоря, персонала, который, значит, оттягивает средства от фонда заработной платы педагогов и от модернизации учебно-материарной базы. Это одна из основных проблем. И эта проблема будет решена в ходе реорганизации учреждений профессионального образования. Я об этом с такой уверенностью говорю, потому что эти процессы, они не являются чем-то новым, в том числе для Челябинской области. Я уже сказал, что эти процессы достаточно давно. И опыт реорганизации образовательных учреждений в других территориях это подтверждает. Если мы, скажем, там приедем в Магнитогорск, который был по свое дело одним из закоперщиков вот этого процесса в свое время, мы там увидим вполне приличные, я бы сказал, даже так, европейского уровня учреждения профессионального образования, в которые не стыдно прийти любому родителю, любому учащемуся. Мы такого же хотим, такое же, чтобы было из-за тогоности. В Челябинске сейчас есть учреждения очень приличные, крупные учреждения, в которых были аккумулированы и кадровые, и материально-технические, и финансовые ресурсы. Вы сказали это проблемическое решение, а если вот оно не сработает, кто за это отвечает? Что значит не сработает? Ну вот, то есть, и, вот, еще есть несколько вопросов, то есть, вы сказали, что объединяются по одному профилю, а я бы сказал, что здесь объединяются в другом металлоне. Нет, я сказал, наоборот, что мы объединяемся в многопрофильные учреждения. Это один из наших принципов. Учреждение должно быть многопрофильным. То есть, это территориальный принцип? В данном случае территориальный принцип, то есть, вот, те учреждения, которые были на слайде, если можно слайд, верните, пожалуйста. Я, может быть, об этом не сказал, но я так думаю, что многие уже с этим ознакомились, поэтому я пропустил. Условно говоря, вот, северный куст, южный куст, территориальный принцип. Ну, если, как бы, учитывая, что уже есть, как бы, я тогда дальше немножко разверну тему. У нас, например, есть два учреждения, это, значит, 96-й и 35-й, которые располагаются, живут, работают, питаются в зданиях, в типовых зданиях общежитий. Если вы знаете, 35-й в 9-этажке типовой, 96-й в 5-этажке типовой. То есть, там, в жилых помещениях, и производственный процесс, и учебный процесс, и там же они и спят, там же и едят. Это ненормально, при том, что у нас есть специализированные площади в городе Затлоусти. Общежитие должно быть общежитием, и в это общежитие нужно подтягивать контингент детей с окружающей город-Затлоусти территории. А учебный, производственный процесс, бытовой процесс нужно переносить на специализированные площади, которые в Затлоусти имеются, но уже в других учреждениях, в соседних. Поэтому эта реорганизация, она, в жилых, позволит еще и качество быта учащихся и педагогов улучшить. Я помню все в очереди. Так, пожалуйста, говорите, то, что было там, про результаты. Вот это, результаты, автонизации сети. Результаты, насколько я русский язык понимаю, что раз что-то сделано, вот два результата. На сегодняшний день еще ничего не сделано, значит, вот это слово надо отсюда убрать, результат. Сбалансированность рынка труда и образовательного рынка. Реформы, значит, вот этого вот образования, они никакой сбалансированности не сделают. Вот надо взять и просто сбалансировать. Рынок труда и образовательный рынок. Вот возьмите, сбалансируют. А при чем тут, значит, реформы, значит, давайте соберем лучше все образовательные учреждения. Это вопрос или предложение? Простите, он только не требует меня. Нет, я просто хочу понять. У меня качество образования на основе концентрации образования и материала. А концентрация она куда пойдет? Вы собираетесь всего на что все объединить. Скажем, берете три училища, три стадия и берете одного директора только. То есть вы концентрируете только директора, а все здания, помещения, сооружения, они остаются. О какой концентрации здесь идет речь? Не о какой, абсолютно. Ну, насчет финансовых, да, вместо трех директоров зарплату будет получать только один. Но это вовсе не значит, что еще на этом будет экономика. На образовании, я так предполагаю, тоже будет много что-то сэкономить. Увеличение трудоустроенных в области неплохо учреждений до 60, 80, 70 процентов. Это офигеть, какая цифра. Вот если бы написали до 100 процентов, я бы на все остальное наплевал и промолчал. от 60, 80, 70 процентов, а остальные куда? Для чего он хочет тогда? Вы говорите, вот мы тут улучшаем, а чем лучше достаться? То есть 30, 32 процента они так и останутся на улице. Нету доустроенных. Так вот, давайте балансируйте рынок туда, на разворотный рынок. И зачем нам этой ерундой заниматься? Мы уже школьную реформу провели, у нас дети школу заканчивают, извините за выражение, не обижайтесь на меня никто, кто меня слышит. Из закончивших школ у нас дебилы выходят за школу, ничего абсолютно не знают. О чем мы тут говорим? Вам надо деньги экономить. Вот я так это однозначно понимаю. Экономить на все, на образование, на здравоохранение, на чем угодно поскучать. Экономить где-нибудь в другом месте. Не надо нас с клиентом проводить на наших детях. Вот это был мой вопрос. В вашем вопросе было несколько вопросов. Во-первых, хотел бы сказать, что мне жаль, что вы называете своих детьми дебилами, которые выпускаются из школ. Я с вами здесь абсолютно не согласен. Хотя качество выпускников общего образования, конечно, в последние годы у нас не очень высокое. Что касается того, что мы хотим сэкономить деньги. Вы говорите, здесь глупости абсолютные, хотя взрослый человек. Если вы посмотрите даже бюджет отрасли образования в Челябинской области, который публикуется и всенародно обсуждается, этот бюджет растет. Причем растет очень значительно, в том числе на систему профессионального образования. И как раз никто этих денег, которые имеют систему профобразования, не отнимает. Я говорю лишь о том, что у нас эти деньги тратятся внутри системы не на образовательный процесс, а на вспомогательные процессы, которые никакого качества образования не поднимают. Вы улавливаете разницу? От того, что вместо трех директоров будет один? Не только ищут о директорах, ищут и об администрациях, о бухгалтериях, о техническом персонале, который содержит не основные фонды, не основные активы. Вот можно взять абсолютно в семье училища, создать одну единственную бухгалтерию, которая будет не учить. Вот и все. Это неправильный выход из ситуации. Это неправильный выход из ситуации, потому что должно быть самостоятельное юридическое лицо, занимающееся образовательной и финансовой и хозяйственной деятельностью. И для крупного юридического лица делать централизованную бухгалтерию это была бы большая глупость, которую только можно придумать. Я этого могу с цифрами в руках доказать. Сергей Сергеевич, давайте дадим слово выступить в дальнейшем доказательном. Вы услышали меня? Дальше. Вы услышали, Александр Алексеевич, если есть вопрос. Александр Алексеевич, просчитывали ли вы вообще последствия? Это раз. И не останутся ли безвлобноваемые работа, а разговаривали объединение через какое-то время без работы. И последнее. Вы назначили двух директоров. С какого принципа вы отбирали этих людей? Потому что сегодня я знаю качество, которые вы назначили. Выкручивайте руки своим работникам, чтобы те, кто и Бог сходили на видео поприсутствовали. Вот что это такое? Я не понимаю. Какой тогда это будет директор, если он уже еще не назначенный официально, а уже выкручивайте руки? Вот как вы их отбирали? По какому принципу? По принципу листы этого, если я по какому-то профессиональному, какому-то деловому? Понятно. Значит, что касается последнего вашего вопроса по Тафинцеву, значит, у Тафинцева стоит локальная задача провести реорганизацию Северного Куста. С нашей точки зрения он справится с ней наилучшим образом. Вы можете считать, конечно, что это субъективное мнение министерства, но это наше мнение. Учитывая, что Тафинцев и провел соответствующие расчеты реорганизации сети Северного Куста, я думаю, что он справится с этой задачей достаточно хорошо. Что касается будущего, когда учреждение будет создано, там вопрос об руководителе будет решаться отдельно. Это пока временная мера по поводу руководителей. Что касается того, что они пускают людей на митинги, ну, может быть, и правильно, кстати, делают. Потому что вот ваше предложение министру правительства Челябинской области, то есть мне, быть мужчиной и выйти на митинг перед людьми, оно выглядит по меньшей мере смешно. Если вы думаете, что я что-то боюсь, я этого не боюсь. Но, извините, брать меня на слабо, но это некрасиво. Поэтому заниматься такими правительственными вопросами на митингах это неправильно. Если вы готовы, мы готовы, мы, пожалуйста, сядем с вами со всеми раскладками, с набором специальностей, контингентом учащихся, штатными расписаниями, финансовыми ведомствами, сядем и все обсудим. Я готов приехать еще раз на общественную палату, значит, на депутатское собрание, обсудить то есть нормальные дела и обстановки. Александр Иванович, я прошу прощения, давайте вы помните доклады, послушаем. Я просто дополняю с вами, я готов. Чем вас не продал в прикол? Александр Иванович, давайте послушаем. Я не могу такими угрозами о всеми и по поводу коллективами и счетами. В общем, в нем в этом я интересный вашему приехал и сказать на чему вы продал этих прикол известную диреку всей стране. У него хорошие показания. Вы нас просто сдали, так предлагали. Вы что-то все за мной начали. Даже не в этом месте а в этом месте преподавали все эти люди. Вся в этом месте два-три человека решили вопрос, а потом чем-то начали решать, что вы правы во всем. Александр Иванович, я прекрасно осознаю, что любая организация подобного рода она будет сопряжена с минусами. У нас из десяти дигитеров остаются два. Восемь теряют должность. Ликвидируется восемь бухгалтерии. Я это прекрасно осознаю. Это люди действительно, которые лишатся своего рабочего места. Своего также рабочего места лишатся те технические специалисты, которые обслуживают те фонды, с которых мы избавимся. Вы знаете прекрасно, что мы собираемся вывести образовательный процесс из 28-го училища. Потому что там учиться и жить невозможно. Или вы считаете, что это возможно? Почему мы содержим это здание, даже два там здания, которые для образования не нужны? Я прекрасно понимаю, что да, кто-то решит свои работы. Но тратить деньги просто на то, чтобы платить человеку заработную плату и не тратить деньги на повышение качества образования это неправильный шаг. вопрос. Александр Игоревич, присядьте, пожалуйста, потому что вы в течение этого недели обсуждали вопросы на комиссии, выходили с запросами, в том числе комиссию по делам несовершеннолетних, и я хочу представить слово нашему эксперту, Данилову Александру Владимировичу, потому что у него есть мнение по поводу преступности подростковой и административных правонарушений общественная палата делала запрос в комиссию по делам совершеннолетних и мы проанализировали ситуацию в разрезе 10 учебных заведений подросткового городского областа. Мало того, у членов общественной палаты данная таблица Александр Владимирович лично общался с руководителем комиссии по делам несовершеннолетних, и у него есть свои ученики, и у него есть ученики. Здравствуйте, уважаемые жители Златоуста, члены общественной палаты, гости города Златоуста. В связи с предстоящей оптимизацией учебных заведений среднего профессионального образования, проводимые на территории города Златоуста, мы общественная палата Златоуста городского округа, решили изучить и коснуться всех аспектов проведения данной оптимизации, в том числе и проанализировать состояние преступлений и правонарушений по всем учебным заведениям Златоуста за 2012 год. Чтобы разъяснить вам полную картину и избежать дальнейших спекуляций на эту тему, так как наши оппоненты выступают именно с резкой критикой в отношении профессионального училища номер 96 и они очень сильно обеспокоены повышенным состоянием преступности. Скажу вам, что это не так. Общественная палата официально запросила информацию в межмуниципальном отделе полиции Златоустовский и в комиссии по делам несовершеннолетних и также попросили дать профессиональную оценку планируемой консолидации средних профессиональных образовательных учреждений и будущей концентрации приезжих студентов, учащихся в двух планируемых Министерствам образования Челябинской области общежитиях на площадях 96 училища и на площадях 35 на что был получен такой ответ. На бумаге мы не можем высказать свою точку зрения, у нас действительно беспокоит будущая концентрация учащихся и возможный будущий рост преступлений и правонарушений. Также была получена схема анализа преступности и административных правонарушений несовершеннолетних за 2011 год по учебным заведениям по данным отделов полиции 13, 14 и городского суда. С депутатом Златоустовского городского округа Негребецких Александром Юрьевичем мы выехали за разъяснением данной таблицы в комиссию по делам совершеннолетних. В ходе разговора с сотрудниками было установлено следующее, что в общем состояние преступности по училищам одинаковое и никто особо не выделяется. Наибольшую положительную динамику роста преступлений по сравнению с 2011 годом дал Златоустовский техникум сварки то есть 111 училище с 10 преступлений до 19 преступлений выросло все. В других учебных заведениях картина остается стабильной. По правонарушениям наибольшая концентрация наблюдается в ПУ 96 и 35 и также в 111 училище техниками сварки. По 96 и 35 это складывается в связи с тем что есть общежитие и учащиеся находятся постоянно там. По 96 сотрудники пояснили что Пономарева Лариса Георгиевна постоянно взаимодействует с ними и с полицией не скрывает ни одного факта правонарушения и это реальная картина. Такая же ситуация по 35 училищу. То есть там тоже дежурят постоянно сотрудники линейной полиции то есть выявляют эти преступления то есть это вотчина то есть которая стабильно приносит им палки то есть протоколы. В отношении Пономаревой была дана очень высокая оценка ее деятельности воспитания молодежи с девятым поведением детей-сирот детей оставшихся без попечения родителей также детей-инвалидов и их социальной адаптации. А теперь внимание я вам могу сказать что иногородними которых так боятся сотрудники администрации города Златоуста неоднократно мы слышали от них что не нужны они нам в нашей территории но это касается именно детей-сирот детей оставшихся без попечения родителей то есть эти все разговоры идут в разрез с проводимой политикой президента и государства то есть сконцентрированы именно на воспитании детей-сирот и оставшихся без попечения родителей именно в Российской Федерации в 2012 году этими детьми иногородними совершено одно преступление и ни одного правонарушения вот и все согласно таблице то есть мы видим что наибольшая концентрация преступлений наблюдается в златоуставском технике сварки это 5,9% и также техникум находится в тройке лидеров по количеству правонарушений с результатом 4% хотя у них нет общежития которые как мы выяснили не влияют на ситуацию и портят статистику по правонарушению то есть дети постоянно там находятся концентрируются то есть в сравнении с тем же металлургическим колледжем 0,2% преступлений и 1% правонарушений то есть с учетом изложенного у нас в общественности города возникает вопрос уважаемому министру образования Кузнецову Александр Игоревич поясните всем нам пожалуйста чем вы в действительности руководствовались когда принимали решение назначения руководителей кластеров и назначили директором одного из них у которого количество преступлений и правонарушений согласно официальной статистике дало большую динамику положительную просто относительно других учреждений нас беспокоит следующее опасение что это тенденция роста преступлений но спроекцируется на весь кластер вот и все вот и все вот и все вот и все